По сути дела, этим мы открываем такую небольшую первую сейчас дискуссию касательно лечения хирургического и лучевого рака щитовидной железы, в первую очередь высокодифференцированного и медулярного. И здесь я бы хотел спросить, кто бы хотел, может быть, очень коротко поделиться своими взглядами на ту проблему, которую мы уже в течение нескольких часов рассматриваем. И, как вы видите, два наиболее острых вопроса, на мой взгляд, как онколога, стоят. Первый вопрос. Всё-таки показания к хирургическому лечению должно включать, как правило, эксерпасу щитовидной железы или можно, как это было показано у Романа Николаевича, Анатольевича появились, есть возможности выполнения такой же радикальной, но более сохранной для пациента операции, ну, в объёме гемитироиды или, как за границей, это говорят лобэктомия. Хотя мы всегда говорим гемитироиды, но, наверное, удобнее, особенно для таракальных хирургов, говорить, что лобэктомия, которая тоже может быть вполне радикальной. Я бы хотел, вот поскольку в зале очень много людей, которые в той или иной степени занимаются этими вопросами, может быть, есть желание высказать своё мнение по этим вопросам. Мне кажется, они весьма и весьма актуальны. Я сейчас, я бы не стал говорить о тех моментах, которые были затронуты в докладах Евгения Михайловича и Евгении Наумовича, потому что последующая сессия, наша сессия, она в большей степени будет касаться в том числе и таргетного лечения, использования лекарственного лечения. Скажите, пожалуйста, вот ваши впечатления по первым тем докладам, которые мы заслушали. Кто бы хотел из присутствующих выступить, ну, очень коротко высказать свои соображения, на какой позиции вы стоите? Алексей Степанович, можно я просто добавлю пару слов? Конечно. Тогда, может быть, у нас пойдёт дело проще. С удовольствием. С одной стороны, Роман Анатольевич, кстати, очень хорошо расставил, может быть, акценты, и в его нескольких демонстративных слайдах было видно, когда нужно выбирать, ну, по мнению того центра, который он представляет, когда нужно выбирать тиреоидектомию, и когда лобэктомия или гемитиреоидектомия. Но я просто вот по горячим следам того, что сказала Елена Владимировна, вот что меня, конечно, удивило, что у них, по-моему, четверть всех больных были с первой стадией заболевания, да, которые были присланы на радиоактивный ют. Это, собственно, соприкасается с той темой, которую вы поднимаете. И второе, пользуясь тем, что здесь Андрей Алексеевич тоже присутствует, и он говорил о лечении радиоактивным йодом, мне просто интересно, какие существуют критерии для радиотерапевта, назовем это так, ну, человека, который будет потом использовать радиоактивный йод, когда он говорит пациенту или направившего пациента врачу, что, знаете, объем остачной ткани щитовидной железы столь велик, что, может быть, нецелесообразно, а, может быть, стоит вас вернуть на повторную операцию и вот эту лишнюю ткань, назовем это так, убрать. По этому поводу есть какие-то... Лев Михайлович, есть, конечно. Дело все в том, что при оставшейся... Сейчас, одну секундочку. При оставшейся ткани щитовидной железы проведения лечения не показано, потому что необходимое удаление. Это уже не... Это уже стандарт, Лев Михайлович. Здесь даже не подлежит обсуждению. Потому что... Лев Михайлович, потому что накапливает, я как хирург отвечаю вам, что здесь этот вопрос решен уже давно. И если идет речь о оставшейся ткани щитовидной железы, ни о каком радиоактивном йоде, на мой взгляд, ставить вопрос нельзя. Надо удалить. Это мы делаем постоянно. Нам присылают, удаляем остатки щитовидной железы. Если, Андрей Алексеевич, у него другое мнение, я готов выслушать. Я скажу, наверное... Слышно, да? Я скажу, наверное, парадоксальную вещь. В принципе, убить щитовидную железу полностью можно даже не оперируя. Что, собственно говоря, мы делаем при лечении пациентов с тиротоксикозом? Да еще с какими объемами? Вот рекорд в нашем центре был. Пациент, имевший объем 290 мл. Три курса радио-йод терапии. Радио-йод аблация достигнута. Пациент переведен на заместительную гормональную терапию. Объем щитовидной железы в итоге оказался что-то в районе 12 мл. То есть, понимаете, чисто технически девитализировать тироидную ткань можно в любом объеме. Вопрос только, сколько вешать в граммах и сколько раз пациент должен к нам прийти. Об этом идет речь. Вот. С другой стороны, говоря о радио-йод аблации при лечении раки щитовидной железы, и упомянув тему остаточного, вернее, объема тироидного остатка после операции, я, может быть, не сумел сделать акцент на том, что это не препятствие как таковое к проведению радио-йод терапии. Это просто элементарно хирургический огрех. Ну, если человек сегодня, извините, оперирует вросший ноготь, а завтра идет оперирует щитовидную железу. Вот, к сожалению, такие случаи у нас еще далеко не редкость в стране. Не случайно в свое время коллеги-эндокринологи ставили вопрос о выделении в отдельную специальность эндокринной хирургии, чтобы допускать к операции на щитовидной железе человека, который специализируется на именно такого типа операции, а не общего хирурга, который сегодня оперирует язву желудка, завтра оперирует, соответственно, не знаю, там, политравму, а послезавтра оперирует щитовидную железу. Это вот технические аспекты. То есть, понятно, что любые правила пишутся для чего? Для того, чтобы их нарушать. Действительно, к нам приходят пациенты, имеющие подчас достаточно большой объем тироидного остатка. И вот тот самый момент, когда специалист должен не следовать приказу «Ак, если пой держать за стенки, как говорил Великий Петр, или Петр Великий, вот, а когда нужно включить голову, если этот человек перенес 2-3 операции, тем не менее, не достигнув радикальности в удалении щитовидной железы, отправите его на следующую операцию с 90% вероятностью травматизации возвратного гортанного нерва или стойкой паратиреоидной недостаточности в дальнейшем, что, собственно говоря, говоря о качестве жизни пациента, это не фунт изюма. И, опять же, может быть, парадоксальные слова из уст онколога, с моей точки зрения, иметь небольшой метастатический, резидуальный, или, как говорят, опять же, англицизма, запытый лимфатический узел претрахеальной области размером 5 мм, доказанный морфологически послепункционной биопсией. Или в попытке радикализма полезть туда, пересечь враздоватно-гантарный нерв, а человек этот работает, допустим, преподавателем или синхронным переводчиком или по чечаюне поет со сцены. И вот качество жизни, что лучше? Это вопрос очень дискутабельный. Но, опять же, возвращаясь к теме правил и стандартов, на вопрос о том, кого отправлять на радио-табласу. Коллега из Архангельска прекрасно все это показала. Я намеренно убрал из своего доклада вот эту часть. Точно так же, как я намеренно убрал из своего доклада все слайды, которые цитировали зарубежных авторов, мультицентровые исследования. Я полностью согласен с доктором Черниковым, который сказал, что, в конце концов, у нас есть свой опыт, и давайте мы его проанализируем. И, может быть, на следующем этапе мы уже создадим свои стандарты, не те, которые были на 95% переписаны с европейского консенсуса, который был в 2006 году, и мы принимали там участие. А в 2007 году случился наш национальный конгресс онкологических. Ваш покорный слуга входил в группу, которая принимала этот консенсус. Да, действительно, он был на 90% списан с европейцев. Спасибо. Сейчас. Одну секунду. Я хочу два замечания. Абсолютно согласен с Андреем Алексеевичем. Единственное, если больной, как Вы сказали, два или три раза оперировался и остались остатки щитовидной железы, гнать такого хирурга надо с хирургией. Но, извините, это исключение. Мы говорим о правилах. Там, где это есть. Я Вам могу сказать, я неоднократно, будучи как главный онколог, звонил, в том числе, к Вам и так далее, и так далее. Вы всегда, на мой взгляд, справедливо, не Вы лично, а просто те люди, которые отвечают, после того, как будет удалена остатки щитовидной железы, мы готовы взять. Нет, ну, это я говорю, это то, что конкретно практическая жизнь. Извините, я говорю не о научных, это чисто. Но мы дадим, потом, если будет, Елена Аркадьевна Валдина, она, по-моему, заслуживает того, чтобы высказать собственное мнение о рассматриванных вопросах. Я хотела сказать несколько слов в отношении показаний к лучевой терапии при популярных карциномах щитовидной железы. Но надо сказать, что сегодня, конечно, структура больных, которые поступают для оперативного лечения, значительно изменилась. Если раньше мы оперировали в стенах этого института часто больных, которым диагноз можно было поставить в трамвае, то сегодня это преимущественно микрокарциномы. Это небольшие опухоли размерами до 1 см, в крайнем случае 2 см. И вот среди показаний, которые сегодня являются, среди факторов, которые являются показаниями для лучевой терапии, есть такое инвазия капсулы. И вот этот вопрос с моей точки зрения требует какого-то уточнения, разъяснения, потому что ведь, собственно, капсулы щитовидной железы нет. Это тонкий листок фасции, так как опухоли очень часто располагаются в области одного из полюсов, чаще верхнего, и фиксирован к этому фасциальному листку. Одно дело действительно прорастание и распространение опухоли за пределы ткани щитовидной железы в окружающие ткани. Да, это инвазия, настоящая инвазия, которая, конечно, требует ключевой терапии. А вот, понимаете, я столкнулась несколько раз с такими вещами. Приходит больной морфологическое заключение, значит, там, пабиллярный рак, такой-то вариант, инвазия капсулы. Размеры опухоли 0,6 см. Понимаете, можно ли говорить при размерах опухоли 0,6 см об инвазии капсулы и показания ключевой терапии? Вот, мне кажется, вот это понятие инвазия капсулы требует какой-то чёткой расшифровки, чёткой какой-то такой аргументации. Это должны быть какие-то пределы определённые. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что часто, с моей точки зрения, показания для лучевой терапии несколько завышены. Спасибо. Я бы хотел, сейчас, одну секундочку, я почему, я бы хотел попросить Сергея Олеговича, который будет выступать во второй половине, но поскольку сегодня дискуссия идёт в данный момент о хирургическом и вот лучевом, может, ваше мнение именно о том, о чём мы только обсуждали сейчас. У вас большой опыт в этом направлении, может быть, ваше мнение в отношении, скажем, хирургического лечения, ну, это объёмы и так далее, показания, и в отношении использования лучевых методов, включая в том числе и вот то, что говорила Елена Аркадьевна и Андрей Алексеевич о так называемом одевантном лечении, ну и так далее. Вот очень коротко, потому что я, почему у вас, дело всё в том, замера Ахметом, вот мы сейчас с Альбом Михайловичем обсудили, я считаю, правильно, мы собрались здесь и для того, чтобы в том числе высказать мнение ведущих специалистов и, может быть, надо подготовить по этому поводу публикацию вопроса онкологии, то есть анализ вот нашего, вот этой работы, которая есть. Извините, пожалуйста, Сергей Алексеевич. Спасибо огромное за предложенные выступления, мне такое коротко. Мне как-то неудобно сейчас выступать, потому что прямо с пылу-жару, только что с поезда, я, к сожалению, не присутствовал и не слышал те доклады, которые мне как-то неудобно, наверное, будет высказываться, не знаю, о чем речь шла. Я могу только так назвать. Я конкретно задам, чтобы вам не два вопроса, а ваше отношение о сберегательных операциях или лобэктомиях при высокодифференцированном раке и второй вопрос отношения к адювантным лучевым воздействию после оперативного вмешательства. Спасибо. Не лечебным, а адювантным. Я понял. Вот ваше мнение по этих двух вопросах. Как хирургам, мое личное мнение, школа Юрия Владимировича Полилеева всегда стояла на серьезных хирургических позициях, вот, и у нас выработаны все были показания к объемам хирургического вмешательства при различных морфологических формах рака щитовидной железы. Сейчас речь идет о дифференцированных формах, допустим. Говоря о дифференцированном раке щитовидной железы, теперь уже сегодня и говорим еще о клеточном раке, отдельно взятом, следует говорить о том, что мы стоим на тех позициях, что при дифференцированном раке щитовидной железы уместно выполнять любой объем хирургического вмешательства, будь то это гемитериоид эктомии с резекцией перешейка, будь то это так называемая субтотальная резекция щитовидной железы, либо териоид эктомия. Здесь красной чертой уже прозвучало и идет разговор об индивидуальном подходе к пациенту. Спасибо. Пациенту. Поэтому я, как хирург, говорю еще раз следующее. Каждый специалист, онколог, который занимается хирургическим лечением рака щитовидной железы любой морфологической формы, должен быть готов выполнить любой объем хирургического вмешательства. Это раз. Ибо диагностика у нас, к сожалению, не всегда дает стопроцентная возможность для того, чтобы хирург стопроцентной уверенностью знал, что он выполнит тот или иной намеченный объем. Иногда интероперационные находки дают нам возможность расширить объем хирургического вмешательства. Поэтому этот разговор о оставшейся доле щитовидной железы, которую в дальнейшем нужно направлять на радиотерапию больного, либо повторную реоперацию назначать. Этот вопрос не должен стоять вообще в аудитории у нас, потому что мы должны интероперационно решать сразу объем. Если мы видим наличие метастатического поражения в той или иной группе лимфатических узлов, мы определили, увидели находки в другой противоположной доле, нужно сразу менять объем хирургического вмешательства и дополнительно работать на зонах регионарного метастазирования, вот вам ответ на этот вопрос. То есть индивидуальный подход, да. А то, что отношение хирурга сегодня к любому объему, да, я, другой вопрос, я изменяюсь, я чуть-чуть уже слишком много разговариваю, наверное, субтотальная резекция щитовидной железы, вот здесь, наверное, можно зацепиться за мой разговор, и все говорят, зачем это, допустим, надо выполнять, да, казалось бы, иногда у пациента, оставляя часть доли, нижний, либо верхний полис, чаще всего верхний полис, противоположные доли, щитовидной железы, мы идем на то ради пациента, для того, чтобы в дальнейшем, послеоперационном периоде, пациент не получал заместительную гормонотерапию, да, и при этом выполняем достаточно радикальный объем хирургических вмешательств, при достаточно больших новообразованиях, либо мультицентрическом зачатке опухоли в щитовидной железе, мне могут мои коллеги сказать, что мы видим в послеоперационном периоде осложнение, и потом гипотириоз, и так далее, и подобное, опять все это заместительная терапия идет, и зачем мы оставляли, если надо было сразу идти на тиреотектомию, может быть, в какой-то степени они тоже правы, это очень дискутабельные моменты, но мы иногда и выполняем такие операции, тоже не сбрасываем их со счетов, хотя, конечно же, это все уходит уже в историю, но индивидуальный подход я еще никогда не сбрасывал со счетов. Второй вопрос ко мне, адъювантные подходы, да, к лечению, знаете, очень интересный вариант, дело в том, что, будучи в различных регионах нашего бывшего Советского Союза, и ныне в Российской Федерации, я сталкиваюсь с этими вопросами в мой адрес и вижу пациентов, которые получают в регионах после операционной лучевой терапии при дифференцированных раках щитовидной железы. Работает еще, к сожалению, старые взгляды в подходе к лечению местно распространенных форм дифференцированного рака щитовидной железы, та зеленая пресловутая книжечка, которая при Т3, начиная с Т3 и далее, нужно проводить комбинированный метод лечения. Забываю о том, что лучевая терапия действительно не дает того ожидаемого результата, который мы хотели бы увидеть. Однако, вот, совершенно недавно это был разговор за круглым столом на онкологической конгрессе у нас, на Пресне, где были наши гости из Нитерландов. И в зале тоже прозвучал этот вопрос по поводу одевантной лучевой терапии. И сказали, да, у нас в регионах вот так, так получают лучевые терапии, назначают после так называемой ... Сергей Олегович, вы ответили, поэтому сейчас у нас заканчивается... Все, я пользуюсь, извините. Да, да, да. Что сказали зарубежные коллеги, что у них тоже такая же ситуация есть, и на Западе они проходят. Но, наше мнение, мнение онкологического научного центра нецелесообразно проводить лучевую терапию в одеванте при лечении деференцированного рака щитовидной железы. Спасибо. Спасибо, Сергей Олегович. Вы хотели... Сейчас, одну секундочку. Мы уже выходим из регламента. Дело все в том, что, пожалуйста, вы не выступали. Еще дадим слово Андрею Алексеевичу. Он хотел что-то добавить. Одну минуту. Пожалуйста. Я буду краток. Буквально минуту. Поляков Андрей Павлович, руководитель отделения опухоли головы и швы института имени Герцена. Так, да. Мы уже обсуждали сегодня много вопросов, но я хотел бы заострить внимание о том, что в докладе Романа Анатольевича было сказано о достаточно однозначном объеме в объеме тереодектомии при медулярном раке щитовидной железы. Наша позиция и позиция Ронс имени Блохина в том, что все-таки при Т1Н0М0 мы имеем право выполнять гематериодектомии. Потому что хорошо знали работу Виталия Жаловича Брожезовского, где процент рецидивов не превышает 4-7%. И вот учитывая, что наш теперь центр ну естественно ну естественно приспородическом, что наш центр имени ЦИБа и Герцена теперь является одним общим учреждением. Буквально на прошлой неделе две недели мы утвердили общие протоколы лечения, где указано о возможности выполнения гематериодомии при Т1Н0М0 в модулярной форме. Спасибо. Спасибо большое. И последнее слово Андрей Алексеевич и минутку пожалуйста, потому что мы уже находимся в цитноте. Короче. Но у нас еще впереди там будет время, пожалуйста. Вот к вопросу почему отправлять на повторную операцию или не отправлять. Вот я попросил технических персоналов вывести эту картинку, когда свет не очень хорошо видно. в чем все дело? Что остаточная тироидная ткань это основной акцептор радиоактивного йода. Соответственно поскольку никакая самая высокодифференцированная опухоль щитовидной железы в плане активности или там полноценности работы натрий-йодного симпотера не может конкурировать с нормальной клеткой щитовидной железы то основным акцептором при введении радиоактивного йода все-таки будет тиреоцит. И чем больше нормальных здоровых тиреоцитов оставлено то бишь каков остаток и объем ткани щитовидной железы они оттянут на себя все и вот это та самая ситуация подчас для сравнения приведу это все равно что в ясный полдень когда солнце в зените выйти посмотреть на небо и попытаться рассмотреть звезды есть они там или нет это не значит что их там нет их просто не видно так вот в случае когда мы имеем достоверно подтвержденно ренеологическими методами исследования наличия легочных метастазов миллиардных метастазов при достаточно большом объеме тироидного остатка мы увидим вот такую картину они там где будут легкие светиться что это радиорезистентный рак нет так вот ребята удалите сначала тироидную ткань а тогда мы начнем лечить это качество операции о чем говорит профессор подраздел пожалуйста вот последний у нас коллега из из академии только пожалуйста мы вышли минуту если можно две секунды буквально но дело все в том что учитель нашли с которым я начал работать в свое время мы очень долго придерживались тактики органосохраняющих операций при раке щитовидной железы довольно долго дело все в том что последнее время поменялось это действительно стали вроде более агрессивные но тем не менее мы все таки стоим на том что органосохраняющие операции выполнять можно другой вопрос что вот во всех рекомендациях очень большое значение придается тиреоглобулину как контролю за больными после операции на мой взгляд вот значение тиреоглобулина преувеличено потому что основным все таки является наблюдение за больными с помощью ультразвука именно ультразвуковое исследование оно позволяет в настоящее время диагностировать все региональные метастазы научились пунктировать 4 мм 5 мм точно так же как больные раком щитовидной железы должны быть полноценно обследованы на дооперационном периоде то есть с помощью специалистов ультразвука мы должны определить конкретно где и в каком регионе имеются метастазы тогда будет определен до операции не в ходе операции в ходе операции спасибо это логично и коллеги у нас еще впереди предстоит во второй части там стол дискуссионный где я думаю смогут многие высказать носить носить фл затягив